здравствуйте дорогие друзья давно не записывал для вас видео потерял треногу и все откладывал запись сейчас разместил камер на на ветке березы по моему нет это осина и хотел бы с вами поделиться кладовой карельского леса рассказать немного о вещах которые могут в прямом смысле спасти вашу жизнь и немного науки и так сейчас я нашел чагу это кстати живая береза потом подойду к камере и попробую поднять камеру вверх и увидеть что у нее листва растут листики то есть это живая береза и на ней так называемый трутовик скошенной по латыни инунотус обликус а скажем в руссконародной традиции гриб чага как его знает большинство жителей нашей планеты можно сказать что он распространен слава о нем распространена по всему миру и не зря называют русской чагой потому что больше всего чаги растет на битуле пендуле как звучит на латыни битула пендула на российской березе и так попробуем срубить немного наш чаги раз уж нашли и вот она красавица и так смотрим вот у нас что представляет из себя гриб чага ну не совсем несколько неправильно называть его гриб именно почему потому что наверное более правильно более правильно сейчас выберу ракурс чтобы меня было видно потом я поднесу камеру наверное к березе и покажу поподробнее это на самом деле скле-роции . скле-роции это такое приспособление гриба для того чтобы забирать у своего скажем донора данном случае это береза все полезные вещества то есть березовый сок который идет по стволу березы и все чтобы высасывает береза из земли благодаря и своей микоризе с подберезовиком все те полезные вещества и преобразует чага так называемый полифенолксикарбоновый комплекс и вот этот полифенолксикарбоновый комплекс он по своему вот водная вытяжка если мы положим чагу в воду мы еще немного поговорим о том в какую воду класть в теплую 60 градусов или в кипяток так вот когда мы положим чагу в воду вот вытяжка водная вытяжка будет содержать в основном полифенолксикарбоновый комплекс и по своему физико-химическому составу он будет очень похож на гуменоподобные вещества есть такое целое скажем раздел веществ которые в химии называется гуменоподобные вещества если вы наберете в гугле или лучше в яндексе польза гуменоподобных веществ для человека то вы увидите что они обладают мощнейшим противовирусным противоопухолевыми свойствами и очищающим омолаживающим воздействием на весь организм человека и мне часто звонят говорят николай пришли нам чагу без верхнего черного слоя так принято по традиции карельской может быть так и принято но все ученые говорят о том что исследования что вот видно тут есть черный слой весь такой коричневый бурый так вот верхнем слое больше вот этого полифенолксикарбонового комплекса чем в нижних частях что надо учесть поэтому я склонен считать что надо брать гриб полностью извлекать гуменоподобные вещества из всех его частей эти гуменоподобные вещества если брать в природе они вообще призваны чистить планету а если брать те гуминовые кислоты которые содержатся в чаги они призваны очищать человеческий организм и так сложилось что последнее время ко мне обращается очень много людей с такой проблемы как вирус иммунодефицита человека с такой проблемы как вирус герпеса человека половой герпес или генитальный его зовут и хотелось бы поделиться с тем насколько чага эффективна вот в случае вот этих заболеваний однозначно она уменьшает вот был такой доктор масленников никита сергеевич который вылечил солженицына писателя от онкологии с помощью гриба чага и он назвал когда чаю нашел рецепт как раз нашел рецепт что чагу надо при 60 градусах заливать водой 60 градусов не выше 60 градусов и вот этот настой двое суток когда чага лежит в воде 60 градусов пить и он назвал его так симптом мическое средство или симптоматическое средство облегчающее состояние раковых больных вот на мой взгляд это очень правильное название для тех лечебных свойств которые оказывает чага на организм человека потому что вот в случае вич и герпеса она тоже может сказать она облегчает состояние и симптомы особенно если человек например при вирусе вич принимает терапию поскольку терапия она так или иначе несмотря на сколько нам там совершенно была она оказывает отрицательное воздействие на организм человека и вот это отрезательное воздействие гриб чага компенсирует это однозначно можно сказать то есть что и чага однозначно повышает иммунитет но за это время за время сколько отправляю чага было два уникальных у меня случая когда обратились ко мне с мальчиком 11 лет у него была лимфома ходжикина и он начал пить чагу по рецепту тамара владимир теплякова прислала очень хороший рецепт как чага настаивалась печи ну или в духовке настаивать целую ночь и ребенок пил эту чагу и опухоль начала уменьшаться и состояние шла очень улучшаться у ребенка и дай бог никогда больше это опухоль не вернется и второй случай обратилась мама ребенка с вирусом папиллома человека девочки делали постоянные операции в горле вырезали вот этот вирус бляшки которые возникали от эти папилломы которые возникали в горле раз в полгода а начала пить чагу и тоже наступила длительная ремиссия слава дай бог чтобы она продолжилась то есть иногда чага делает намного больше чем просто облегчение симптомов заболевания но надо понимать что нельзя надеяться только на чагу потому что заболевание оно комплексно например нельзя пить чагу и при этом там курить и пить алкоголь и надеяться что одна чага спасет нет любое заболевание лечится комплексно то есть это нужна правильная еда правильная вода правильный воздух правильное место жительства правильный образ мысли правильное состояние нервной системы и тогда комплексно при комплексном подходе можно вылечить любое заболевание и помнить что любое заболевание изначально образуется в нашей голове и поэтому первую очередь нужно лечить наш ум я вот детям преподавал что есть два состояния ума человек с беспокойным умом кстати приходит в лес поджигает ломает человек спокойно в состоянии ума когда человек приходит в лес садится под березу рядом прибегает белочка приходит мишка он их кормит хлебушком и сидит наслаждается природой потому что мы часть природы и когда мы относимся с уважением к природе природа тоже нам дарит дары которые нас могут исцелить теперь я хотел бы еще пару минут уделить вашего внимания к тому что чага это еще раз это не плодовое тело то есть она не у него нет так называемый слой гименофора то есть содержащего спора а спороносный слой возникает тогда когда уже береза погибла и сейчас вам покажу надеюсь нас времени хватит да у нас хватает времени показать вам вот смотрите вот это вот вот это вот то что я вот срубил чагу да давайте кстати рассмотрим поближе вот видно вот он верхний такой слой вулканический такой вот он у меня красивый да и вот так называемые внутренние слои чаги вот были исследования к уже китайских ученых и выяснилось что вот в человеке огромное количество микроэлементов и каких-то микроэлементов содержится больше вот верхнем слое а каких-то больше во внутреннем но вот полифенол ксикарбонового комплекса больше именно во внешнем слоге не зря он такой вот коричневый и в отвар когда мы чагу варим выходит большое количество меланина того самого меланина который у нас образуется когда мы загораем на солнце именно благодаря этому меланину у нас такой появляется коричневый загар и поэтому мы так хорошо себя чувствуем когда мы позагорали загорели хорошо у нас есть силы из этого меланина делают батарейки для имплантов например для сердечных потому что он не отторгается организмом человека то есть это в чистом виде энергия и вот эту энергию которую сначала чага забрала у березы вот она береза живая еще с которой я срубил вот видно листики да а вот береза уже погибшая вот смотрите опа нет ствола видите ствол уже упал верхняя часть и вот тут вот мы можем увидеть как выглядит и вот когда уже береза погибла начинает из этого мешка то есть надо рубить чагу до тех пор пока береза погибла пока еще в ней есть все полезные вещества вот этот полифенолксикарбоновый комплекс потому что потом начинает вырастать вот такой вот рядом вот видно с чагой вдоль ствола начинает расти вот такой вот коричневый бурый слой вот видно вот тут даже наверное вот это спороносный слой гименофора вот надеюсь вам будет видно снимаю на камеру это уже там муравьишка бежит по моему а нет это просто крутится спора по моему вот и обычно он вырастает сзади вот ствола то есть вот у нас ствол да с чагой вот сама чага который уже не такое количество полифенолксикарбонового комплекса счастья его пошло на рост плодового тела обычно вырастает сзади вот обхожу береза и тут вот сзади вот такая белая уже плесень образовалась и вот 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 та вот она чага и вот тут вот вот слой теперь еще пару слов пока у нас тут есть время немножко я хотел бы уделить ваше внимание другим грибам растущим у нас карели ну во первых вот сразу тут покажу вам хвощ лесной видно вот это хвощ лесной очень полезное средство для болезней почек экстрати вот она брусничка брусничка тоже ягодка красная тоже кроме всех витаминов естественно которых вы знаете содержит у нас еще вещества и листья кстати брусники тоже обладающие мочегонными мочегонными свойствами устраняющие отеки не удается мне как-то сфокусироваться на ней не знаю почему ну собственно говоря понятно вот она брусничка перейдем дальше вот как гриб который хотел вам показать смотрите вот ствол березы называется гриб пептопорус битулинус или березовая губка очень интересный гриб вот тут уже такое скажем видно у него у него гименофор то есть пароносный строй должен быть белым а тут он уже споры разлетелись и тут черный то есть это уже такая старый стал наш пептопорус битулинус или березовая губка а вот мне свеженький маленький это так и вот очень удачно нашел дай бог сейчас на нем сфокусируется камера вот она фокусируется вот он свеженький вот он вот надеюсь еще больше смогу приблизить вот он самый свежий вот и у него гименофор белый и он обладает у него так называемый полипореновая кислота если наживаясь у и на так звать полипореновая кислота которая отвечает за противовоспалительные свойства и по своим портю с плюс 8 она похожа даже сильнее кортизола и она язвы желудка и рак лечит и кишечник и вообще все органы жкты но я нахожу вот такие вот есть вот уже такие старые тела они твердые вот как на этой березе а я часто нахожу вот сейчас покажу вам где же он карман вот сегодня вот такое вот плодовое тело вот березовой губки и лично я его режу заливаю но мягко его можно прям вот и ну я его иногда даже сырым кушаю но это лично мой опыт вам надо естественно если захотите такое сделать проконсультировать с вашим лечащим врачом сначала и я его режу и заливаю маслом и это масло можно и как косметическое использовать и как противовоспалительное против прыщей и для роста волос но опять же под вашу ответственность проконсультировавшись с вашим врачом я все лишь вам показываю разновидности вот какой бы какая бывает тоже березовая губка теперь следующее мы у нас тут осталось буквально три минуты очень хотелось бы показать вот это кусочек даже видео можно показать деткам потому что я еще являюсь преподаватом кружка зеленая аптека и мы с детьми изучаем сейчас ядовитые грибы хотелось бы такое показать видео которое может спасти жизнь прямом смысле слова это у нас такая подруга бледная поганка чем она отличается отличается она вот вот видно у нее нет юбочки о чем часто что есть там юбочка вернее она есть она вон там вот спряталась вон ее кусочек но есть вот главный признак яйцо вот оно яйцо из которого бледная поганка растет вот оно яйцо вот да и наша аммонита вот я что-то юбочку вон кусочек юбочки там виден у нее ну надо понимать что как говорилось мультики домовена кузя баба яга а и баба яга то есть он спрашивает меня кузя у лешего а баба яга полезная или вредная а он говорит в лесу каждая болванка для чего-то предназначена потому что это для нас этот гриб ядовит а внизу он своим так называемая мидс у него есть мицелий стоящий из гифов да это его такая внутренняя вегетативная система с помощью которой он питается и он может разлагать органику и вот этим своими мицелиям своим корнем да он соединяется с корнями деревьев и образует так называемую микоризу и он отдает те вещества которые гриб получает разлагая органику то что деревья не могут своими корнями разлагать органику то есть там мертвых там например животных а грибы есть даже хищники которые с помощью мицелия делают такие лосо и захватывают черви из них все питательные вещества высасывают а растение отдают у грибаж нету листиков с помощью которых можно поглотить углекислый газ и который мы выдыхаем и воду которую достают корни дерева и потом взяв углекислый газ и воду с помощью солнечного света превратить все это в кислород и крахмал и сахар как происходит в процессе фотосинтеза так умеют только деревья и вот такой вот симбиоз происходит между деревом и грибом и они друг другу помогает и поэтому вот этот гриб очень нужен некоторым деревьям на этом друзья время моего видео кончается надеюсь видео было полезно для вас дай бог вам всем здоровья удачи и радости от жизни в каждом моменте благодарю вас за внимание а